привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить беру хилл старомодный но тем не менее очень интересный хоррор квест сделанный в формате статичных картинок и тем не менее очень неплохо пугающих кардон извините я не хотел в последней серии мы столкнулись с непознанным когда пошли он туда он дорогу кроме того мы нашли телефон и странные записи у втором номере этой гостиницы здесь ученые проводили раскопки на местных древних курганах и что-то у них непонятное происходило кроме того когда мы пошли там проверить что происходит мы сами столкнулись чем-то очень странным у нас было неприятное видение сейчас у нас есть телефон телефон заряжен мы зарядили в конце предыдущей серии но нам нужно у нас нет сигнала поэтому нам нужно включить вышку сотовой связи который находится где-то за этим зданием насколько я помню кроме того по дороге хочу проверить одну интересную теорию но интересную для меня не знаю для вас потому что у нас есть мастерок у нас есть касса на кассу можно было что-то применить в принципе почему бы ее не расковырять мастерком до теперь мы воруй эта игра учит нас воровать я этому несказанно рад спасибо как говорится блин большое так что еще все касса закрыта там на кухне вроде делать нечего давайте пойдем маленько назад так это куда нам нужно и кстати говоря у нас по как помните если помните около машины была какая-то непонятная то ли будет который родник так там все с ума сходит там было очень темно мы ничего не видели но теперь у нас есть фонарь и кстати спасибо тем людям которые в комментариях написали что дверь то может быть и закрыта но вот здесь есть щель потому что я не заметил серий брухи я как обычно пишу очень уставшим то есть поздним вечером потому что в другое время писать их смысла особого нет нужно именно вечером в темноте играть поэтому многие детали упускаю так что у нас такое рабочий диапазон частот 830 865 мегагерц сейчас у нас его нет похоже да корнел коммуникации так кстати говоря хочу у нас там по времени то и на нас понятно 0 0 0 2 у меня время сейчас на момент записи так восемьсот тридцать восемьсот шестьдесят пять окей нет 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 а почти я как обычно методом научного тыка так хорошо так не получается давайте тогда больше смысла все это внесем так но это пускай у нас тут остается это вот так так но смысл тут был немного как обычно рандомный подборного сработала как обычно так все связь у нас есть то перч какой там номер был кто-нибудь помнит что-то 8 пять восемь пять два один пять восемь пять два один надеет на конце было единица так полно занято но плоды допустим но в целом похоже правильный номер ножка неправильно вводишь он пишет попытка соединения это немножко не то что нам нужно так ну что вроде бы все что мы могли тут сделали туда больше я не хочу где мы столкнулись состав хватит уже ну фу так для чего нам могут понадобиться монетки газету может купить но я не думаю потому что она так открыто давайте попробуем услышать номер тот ли номер вообще и что еще нам тут нужно давайте попробуем с беном поговорить что ли не знаю а вот подождите ну ка так идем сюда поворачиваем так 53 рублей фунтов наверное для чего нам это может понадобиться вообще честно говоря затрудняюсь ответить у нас один фунт все равно не полезно ладно запомним что тут есть такая приколюха зайдем еще раз в номер хотя давайте сначала посмотрим у нас что-то есть по-моему нет омега регенерейшн да 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 я помню этому в первой серии смотрели бальзам для волосов как раз рекламируют там волосы стали шелковистыми так подожди что-то можно применить хорошо древние боги пробуждаются равновесие должно быть восстановлено офигеть лавкрафт что ты сделаешь прекрати ну хорошо допустим теперь у нас рюмка я не понял чё произошло вообще ну окей ну налил я этот бальзам для волос почему это приводит к видению или совсем забористая химия какая-то ощущение что я беру что это мне дает и честно говоря не понял так ну ладно допустим пойдемте во второй номер там у нас код по моему 147 или 174 ой так сто семьдесят четыре отлично послушаем точно ли тот номер а больше нам по сути тут пока делать нечего вроде все что могли уже сделали да вот эту штуку мы видели как раз про нее говорю что возможно она и есть то что нам нужно так давайте уже прекращайте пожалуйста музыку и мы послушаем с вами номер прямого эфира что слабо у вас радио выше какая-то позвоните похоже оттуда тут можно так где то вот тут застряла моя машина вот эта заправка понятно здесь еще что-то есть сейчас мы думаю сходим от машины вот тут к этому роднику тут дальше нас не пускает какая-то странная и страшная колонна и сходим вот сюда вот все исследуем звоните и передавайте приветы пять восемь пять два один три один наконец вы поймали нашу волну ну эй боб ты прекрасно выглядишь а вот кстати вот это в этом году мы стали тусклыми и безжизненными весь секрет в моем новом шампуне джим он делает мои волосы более густыми я выгляжу гораздо моложе потрясаю понятно короче с вами все так ну хорошо можно выдвигаться давайте еще раз послушаем бена возможно у него что-то там стало самочувствием получше это ты я видел тебя на мониторе разгуливаешь тут ты разве не знаешь что там творится я слышу голоса моей голове они не умолкают громкие страшные и его сон глубок но но он скоро проснется он придет за тобой он следит за тобой вынюхивает он знает твой запах и мой я надеялся что ты станешь следующим и он оставит меня в покое даже с лампы тебе не уйти далеко это просто вопрос времени а потом он тебя найдет вы следит если я хорошо спрячусь может быть он выберет другую жертву почему я почему почему может быть это ты во всем виноват убийца 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 они только что прибыли только приехали она их поймала сожгло расчленила они убегали все произошло так быстро кого археологов что ли не могу поверить что это правда наверное это сон отойди от меня если я останусь здесь она меня не заметит кончишь и прошлого пробудились от векового сна так ну ничего нового он нам не сказал за исключением того что похоже команда археологов в полном составе погибла при странных обстоятельствах так здесь покажется все по-прежнему не совсем понятно вообще что это такое ну ладно давайте мы сходим сначала во первых к своей машине проверим как там что так пять восемь пять два один три один на что ж такое занято все время строить все спокойно только это непонятные звуки то тут то там как здесь вообще машина приезжал такой узкой дороге так вот она здесь вроде без изменений все подожди эти камни это случаем не то что я думаю так так понятно меня отсюда просто так никто не выпустит конечно понятное дело попал наш герой жестоко зачем мне эта поганка подожди я взял похоже на то но где она тогда я не вижу не суть где была эта будка осталось ее найти где-то тут по моему а вот она а вот она какое приятное место что это вообще так вода для воды мы можем применить это нам ничего не дают да так свечки поджечь нельзя я так понимаю вообще что за непонятный что какой-то алтарь что ли монетки непонятно для чего я туда кидаю разбазариваю просто и тут у нас проход какой-то да оттуда я пришел здесь завал жуть по моему нужно уходить отсюда непонятные концентрические круги и более приятная морда лица физиономия так это что такое судя по всему это какая-то рыба может быть мне дар рыба сделать или возможно мастерком тебя как-то подпереть ну нет сюда пока ничего не могу лишь пандорить не совсем понятно возможно нам это в будущем пригодится и тут непонятно запомним это место в общем оно вроде как не безнадежно но непонятно что именно мы тут делаем совсем вижу что тут написано неразборчиво давайте уходить тогда сходим маленько сюда эта дорога нас приведет обратно а кто непонятной статуи крайне нехорошего места тихо ребята тихо что-то как тут жирковато так я не могу вперед пройти куда-то видимо так кстати говоря вот здесь вот если я сейчас пойду прямо назад то я попаду обратно к заправке если я пойду вперед то я попаду к тому нехорошему месту да вот к этому в прошлый раз я когда я дотронулся до него было что-то непонятное он прям переливается весь видите ну да но не убивает хорошо дальше мы похоже не проходим пока давайте-ка мы ребята будем ходить тогда отсюда я не совсем понимаю что нам надо делать у нас есть конечно еще дальше дорога так и я по моему мешка ушел да вот отсюда нам нужно прыгнуть и топать прекрати раскопки неприятные соседи у них тут были я заблудился честно говоря как-то вышло так осталось еще что нам осталось нас куча непонятных вещей не совсем понятно что делать возможно придется прибегнуть к помощи какого-нибудь текстового прохождения подсказок потому что неохота вас травить бесценными брождениями туда-сюда но сначала мы посмотрим так тут мы еще вообще не были телефон отлично нехорошие звуки да? ничего я пока к сожалению с этим сделать не могу телефон сломан где у него вообще приемник для монет? или он честно по карточкам работает в Англии? не суть важна все равно не работает вот и хорошие звучки такие вот и хорошие звучки такие уклон пошел пугало так а там кривая дорога а здесь походу ничего особого интересно такой пугало в неплохом костюмчике но я пока что не заметил чтобы что-то тут можно было сделать так это квадробайк что ли? а не тут трехколесный дорога обратно дерево темень просто глаз выкали вообще по сути я пока ничего не увидел только путь назад есть есть путь конечно в поле но мне кажется он попозже как-то мы сюда сможем попасть пока что он не хочет сюда вообще топать сигнала опять же нет ну ладно потопали тогда обратно неужели с байком ничего нельзя сделать? а что нам в принципе с ним может понадобиться сейчас сделать? ничего вроде как ну окей сходили проверили так пойдемте тогда с Беном поговорим или сначала посмотрим что у нас подальше там а тут у нас офигеть 4 x 6 8 5 7 8 так можно запомнить этот номер На число у меня памятник, как правило, хорошее Я думаю, не забуду Будни Корнула Раскопки кургана Конрад Морс, известный археолог, профессор и член клуба джентльменов Недавно неприятно удивил археологическое сообщество Выбив разрешение на раскопки в Берл-Хилл Никогда еще этого исторического памятника не касалась рука человека Это захоронение не отмечено на картах, никогда не было исследовано И за многие века никто не тревожил его покой С Берл-Хилл связано множество легенд и преданий Некоторые историки утверждают, что каменный монумент на холме Это дает памятник древним королям Корнула Споры вокруг Берл-Хилл не утихают с 1960 года Когда возле кургана было решено отвести станцию техобслуживания Хотя местные жители избегают заходить на территорию кургана Она все же стала знаменита после исчезновения группы рабочих Как несложно догадаться, эта таинственная история послужила рекламой новому заведению Истории стали частью местного фольклора А область только выиграла в техническом плане, будучи оборудованы антенной сотовой связи Установленной за станцией техобслуживания Однако полиции так и не удалось раскрыть загадку исчезновения рабочих Вся существующая информация о Берл-Хилл была собрана профессором-археологом Амелия Рэмфорд Ныне считающейся пропавшей без вести Ее записи и результаты исследования были найдены в ее сумке Лежавшей неподалеку от кургана Такое исчезновение только добавило популярности этому таинственному месту Но понятное дело, народ всегда тянется к непонятному, к неизвестному Это чайп идеи Так, я его взял, конечно Но... Так, камера Хорошо На камерах все спокойно Да, все они тут И, похоже, камера за ними следит, да? Давайте посмотрим на файлы план исследования Мы сейчас находимся где-то вот тут вот примерно Четыре камеры помогут мне наблюдать за всей территорией раскопок Из-за этих протестующих приходится быть осторожным Мои сны наполнены яркими образами Но когда я просыпаюсь, они ускользают от меня Голоса Я сделал так, как они велели Никто не знает, что я натворил и что выпустил на свободу О чем я только думал Теперь я знаю, что бродит среди нас Мне предстоит еще многое объяснить Я остановился в третьем номере отеля На станции техобслуживания Надо запомнить код 673 На двери моего номера Отлично Зацепка 673 Так, что еще тут есть? Все? Так, вот и камни Интересно Интересно Кстати, эти камни на самом деле существуют Это все вот реальные фотографии Так что Проникайтесь Важностью момента Мы смотрим на реально существующую Неведомую хрень Так, хорошо Оно идет за мной Я слышу, как часовой выходит из земли Он знает, где я Он знает, что я пытался сбежать Но я попал в ловушку Времени все меньше и меньше Почему я не прислушивался к голосам? Может быть, они предупреждали или доставляли меня? Может быть, то были духи прошлого? Кажется, я начинаю понимать этот древний монумент Но пока я все еще блуждаю в темноте своего незнания Если бы мы только знали, что вырвется на саботу Когда мы потревожим курган Когда я Я потревожу курган Он так долго ждал Ждал, чтобы пробудиться вновь Его охотник приближается Мое время и стекло Замечательно Ооо Это что за куча тряпья? Конрад Морс Слушай, а что-то у меня подозрение Насчет его судьбы Хорошо Я взял его права? Или мы просто их посмотреть должны были? Машина просто в минус Привет всем Это радио Бэрро Хилл И с вами снова Эмма Харри Сегодня мы передаем привет Команде трейлера «Веселый моряк» Который рыбачит в 15 милях от берега Удачи вам, ребята Опасайтесь темных облаков Которые идут к нам с запада Замечательно Я еще не смотрела на сводки прогноза погоды Но здесь, на вершине холма Светит полная луна И ничто не предвещает дождя Равноденствие уже ощущается в воздухе Тише, Уинси Это Эмма Харри И если вам нечем заняться Слушайте музыку на нашем радио Мы останемся с вами до часа ночи Я и моя собака Уинси Которая сейчас улыбается вам Точно чеширский кот Оставайтесь с нами У нас звонок Привет Вы в эфире радио Бэрро Хилл Я знаю, кто это Бен Бен, это ты? Ты беспокоишься насчет Что там происходит? Как странно Надеюсь, это была шутка Я попытаюсь ему перезвонить Что это было вообще? Если кто-нибудь из ночных слушателей Желает позвонить и передать привет Напоминаю номер в студии 585-2131 А сейчас музыка Оставайтесь с нами Мы приготовили для вас Несколько приятных сюрпризов Еще вас ожидает Очередная глава Из книги Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес И для тех, кто только что присоединился Напоминаю, что в прошлый раз Мы остановились на безумном чаепитии У мартовского зайца А пока я сверяю сводки погоды У нашего метеоролога Слушайте эту чудесную музыку После которой будет блок рекламы Понятно Так, ну что, давайте на этом завершим Наверное, эту серию В следующий пойдем Собственно, узнаем Что там в комнате Конрада Морза Вообще история потихоньку Начинает закручиваться Согласитесь Это именно такое книжное повествование И такое сейчас, по сути, редкость Такие игры выходят В очень небольших количествах Именно в этом их ценность Надеюсь, вам нравится так же, как и мне Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok